Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Мария Клименко. Из коммуналок и аварийного жилья в свою квартиру в Магнитогорске переехали почти 500 человек. Любовь Чистого когда-то жила в старом доме, он разваливался, сильно дуло, были очень старые окна, В ванне даже обвалился потолок, эмоции были непередаваемыми, когда узнала, что переселяют, рассказала женщина. Переселяют граждан из аварийного жилья в многоквартирный дом номер 237-2 на проспекте Карла Маркса. Застройщик рассказал, что в доме всего 4 подъезда, по 100 квартир в каждом. В программе переселения из аварийного жилья в этом доме предоставили 181 квартиру общей площадью почти 7,6 тысяч квадратных метров. Все квартиры передаются с чистовой отделкой, обои, потолки, линолеума, металлические входные и межкомнатные деревянные двери, сантехническое оборудование, газовые плиты. Все новое и готово к эксплуатации. В этом году заключено 29 договоров, согласно которым в период с 22 по 23 год расселения ожидают жильцы без малого 300 квартир. В планах до конца 2023 года предоставить новое жилье взамен аварийного более чем тысячи человек. Магнитогорец уснул на лавочке и лишился мобильника, однако девушка-воришки оказалась честной. Странная история произошла в одном из парков города. После ночи в увеселительном заведении магнитогорец не отправился домой, а прилег вздремнуть в парке рядом с городскими достопримечательностями. Пока мужчина ворочался сбоку-набок, из кармана выпал дорогой телефон. Мимо проходил другой мужчина и поднял мобильник. Не унес домой, где и подарил своей возлюбленной. Но ту насторожил дорогой подарок. Женщина направилась в ближайший отдел полиции, где добровольно сдала телефон, рассказав, каким способом он к ней попал. Следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Телефон незадачливому владельцу после проведения следственных мероприятий вернули. Горячая линия по осеннему призыву работает в Челябинской области. Звонки принимаются круглосуточно. Напомню, горячая линия 122 была создана, чтобы оперативно консультировать россиян по вопросам частичной мобилизации. Так, от жителей Челябинской области на указанный номер поступило более 21 тысячи обращений. Сейчас количество звонков сократилось. Специалисты горячей линии готовы консультировать обратившихся в круглосуточном режиме. Напомню, осенний призыв стартовал в России 1 ноября. В Министерстве обороны сообщили, что срочники не будут проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также их не привлекут к участию в специальной военной операции. В Новый год без долгов предлагают уйти магнитогорцам теплофикация и водоканал в качестве подарка списания пеней, если была задолженность. Главное – оплатить ее до 31 декабря. Общая просроченная задолженность горожан по теплу составляет более 900 миллионов рублей, по воде – более 300 миллионов. У некоторых должников в квитанциях стоят суммы более 100 тысяч рублей. С такими штрафниками работают отдельно. Так, водоканал за неуплату отключает воду в частных домах, а в многоквартирных прекращает водоотведение. Не начислять пени за просроченный платеж и потребление воды по нормативу в трестах обещают семьям мобилизованных граждан. Надо только написать заявление. Копали в садах, но совсем не картошку. Двух магнитогорцев задержали в СНТ и нашли у них наркотики. У них обнаружен и изъят бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Результаты исследования подтвердили, что изъятым веществом является марихуана – чуть больше 26 граммов, сообщает пресс-служба ОМВД по Челябинской области. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Организовать производство удалось в том числе благодаря льготным займам от Фонда развития промышленности. Это такой кредит для предпринимателей для расширения производства или освоения новой продукции. Одно из преимуществ – низкие проценты от 3 до 5 годовых. Заместитель губернатора области Егор Ковальчук отметил, в этом году южно-уральская промышленность получила беспрецедентные меры поддержки. Егор Ковальчук рассказывает. Безусловно, есть определенные направления. Прежде всего, конечно, сейчас акцент мы делаем на вопросы, связанные с импортозамещением. Последние буквально несколько месяцев мы делаем акцент на те производства, которые так или иначе связаны с удовлетворением нужд гособранзаказа. Поддержка идет как из регионального, так и федерального бюджета. А сейчас о погоде. Сегодня в Магнитогорске 0 градусов. Облачно, временами небольшие осадки. Атмосферное давление 717 мм ртутного столба. С вами была программа «Вести» Магнитогорск. Доброго вам дня и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!